МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Легенда мирового хоккея, политики, спорта, Владислав Третьяк! Ну, что я могу вам сказать? Именно вот эту руку нам нужно пожимать, друзья, когда мы в очередной раз благодарим, что уже второй год подряд наша сборная по хоккею чемпионы мира! Ура! Второй год. Не могу переполнять чувства, Владислав Александрович, что будем готовить сегодня с вами? А то, что хоккеисты едят перед соревнованиями ответственными. Курицу. Лук с черносливом. Нет, курочку, спагетти мы не будем готовить. А вы спагетти, правда, спагетти едят? Вообще все хоккеисты, все спортсмены высокопрофессионального класса едят спагетти, энергии очень много, и курочку. А потом ложатся спать. И потом уже выходят на соревновательный процесс. Вот вы знаете, я абсолютно согласен, что я когда, если я на ночь съедаю спагетти и курочку, мне всю ночь хоккеистница будет. Давайте, значит, курицу, да? Давайте я тогда достану курицу. Каким образом мы курицу будем делать? В духовочке? В духовочке. Ну тогда... Чтобы она была такая мягкая, вкусная, сочная, красивая. Давайте тогда, значит, вот смотрите, у нас мытая курочка уже имеется, она уже разделная. Я вам предлагаю сделать вот что. У нас есть чесночок и черносливчик. Не сделать ли нам, Борис Александрович? Ну, да. Она любит тоже чесночок, и мы тоже любим ее. Туда, да? Доблевание такое небольшое, да. Значит, я предлагаю, я возьму на себя грязную работу. Какую? Я буду нарезать... А я буду шпиговать. Именно, да. Значит, смотрите, я вам сейчас дам... Чеснок, полезное дело. У меня бабуля жила до 97 лет, чесночок все время ела. Чесночок. И мед, и мед. И мед. Ну что, давайте, я вам слушаю, у меня тут разное... Давайте я вам, не знаю, какой-то ножчик. Так, вот такой вот ножчик вам дам. Давайте. Делайте надрезики сейчас. А я просто чесночок, чтобы он был... Где-то, не открывай. А, о, о, о. Вот и что, и прямо вот туда? Нет, это не правда. Вот с этой стороны, смотрите, прям делаем маленький надрезик. Вот так думаете? Конечно, вот смотрите. Берем... Куку уже попортим. Да и ладно. Жалко. Ну, не дубленка же. Ну, в конце готов. Хорошо. Вот так просто. Да, это же маленький, чем меньше. А мы что еще это? Мы чернослив. А чернослив тоже, смотрите, нарезаем. Вот и прямо туда, в эти надрезики, помещаем туда эти штуки. Слушайте, ну вот, дорогой Александр Александрович, ну как? Ну что, получается все, если год назад некоторые думали, ну случайность, ну случайность. И говорили, ну ладно, ну это что-то там с канадцами там случилось. Но сейчас-то второй год подряд и второй раз с канадцами. Бог любит троицу. Олимпийские игры впереди. Да. Вы знаете, Бог любит троицу. Я предлагаю до Олимпийских игр не давать им расслабляться. И в коем случае. Сейчас я вот прямо помещаю вот туда. А сколько болельщиков там было? Представляете, вот я там на этом льду играл. Именно наших, россиян. Наших. Я 37 лет тому назад был. Вот там. И играл в 71-м году, когда совсем молоденький мальчик был. Ну да. Мне было 19 лет. Вот. И на том же льду, на том же стадионе. Но когда мы выиграли, мы видели два хлопка из посольства. Больше никого не выпускали за границу. Конечно, никого не было. А сейчас полстадиона. Такое ощущение, что мы играли дома. Представляете, и плакаты, и наши болельщики приезжали, одевали в русские национальные костюмы. А как ребятам? Легче же, конечно. Конечно, потому что мы чувствуем, что Родина с нами. И все нас посылают вперед. Конечно. К победе. Поэтому очень важная поддержка. В пользу и случаем благодарю всех, кто приехал в Швейцарию. Давайте мы поаплодируем. Да, знаете, даже президент, когда принимал нас, сказал, ну вот кризис, кризис, да. И не олигархи поехали поддерживать команду. На матче было много людей. Конечно. И самое главное, все-таки... Так, я сейчас пытаюсь... Да. Так. О, черносливчик. Черносливчик. Прямо туда его так заталкивать. Раз. И в дамках. Да, можно и так сказать. Слушайте, ну, а что говорят... Что говорит мировая общественность? Поскольку вы же... У вас же связь есть с Америкой, с Сен-Хейл, со всеми. Что они говорят? Мировая общественность говорит, русская машина возвращается. Ред армии. Ред машин. Вот так вот. А быть так говорили финские гаишники, когда один человек случайно на москвича в Финляндию уехал. Русская машина возвращается. Ну, конечно, некоторые скептики говорят, да, это у нас команда Канады, хорошая команда, но не все лучшие играют. А у нас что, все лучшие? У нас еще Овечкин, Малкин, извините, Дацук. Да. У нас запаса тоже подличная была. Поэтому у нас, мы к Олимпиаде тоже команду подготавливали. Ну, это, между прочим, такая победа заставка. А самое главное, вы знаете, чувство патриотизма потрясающее. Я видел ребята, когда выходили на площадку, ведь их готовят. Они как гладиаторы, знаете, вот. Когда, смотришь фильм «Спартак», да, там, когда он готовится к бою, и вот здесь они кого колют, кого зашивают, кому там массируют, понимаете, у кого спин-ап заболел, у кого рука, доктор обезболивающий девушек. Знаете, они как рыбши и все. Да. Для вас какой самый сложный из матчей, которые были, какой самый сложный? Финальный? Честно хочу сказать, с белорусами. Да. Я сидел, я почувствовал свое сердце. Первый раз в жизни я чувствовал мое сердце. Вот как она мьется, как она давливается, как она падает. Я чувствую, что игра у нас не пошла. Счет ничейный. Значит, вратарь тоже не очень удачный. Мы на третий период брызгалов меняем на Ременко. Понимаете, вдруг он не войдет в игру, а бывает так. Значит, вратарь сразу не ходит. Слушай, вот скажите мне, если, вот вы говорите, мы меняем это все. Вы принимаете участие в каких-то решениях прямо в процессе, когда вы... Нет, в процессе нет. В процессе тренер. Главный, да, тренер. Все, да, уже тренер. Да, ну тренеру мы все доверяем. Мы доверяем и спрашиваем. Сейчас он победитель, мы его должны награждать. Проигравший, конечно, отвечал бы. Ну а как? Такая тренер. Слушай, ну вот скажите, ну, а вот что в таких ситуациях говорят тренеры? Потому что, конечно, и поражения бывают, и будут. Ну все бывает. И это же спорт без поражений не бывает. Но все-таки матч это был самый сложный. Объясню почему. Во-первых, белорусы нас хорошо знают, они играют в нашем континентальной хоккейной лиге. Во-вторых, они понимают язык. Они понимают язык, да. И знают наших игроков. И они фразу могут перевести, держи-ка этого мордастого, я пока к воротам поеду, понимаете? И еще самое главное, что они ничего не теряют, они уже вошли, выполнили свою задачу. А выиграть могут много, обыграть Россию, представляете, и попасть, пройти дальше в четвертый финал. А мы, смотрите, я сижу и думаю, вот если я не попаду дальше и пройду белорусов, я завтра должен собрать команду и уехать домой с позором. Понимаете? Да. Я с уважением отношусь к белорусскому хоккейу, они хорошие хоккеисты, но мы посильнее. Мы чемпионы мира, правильно? Ну да, да. Вот, поэтому мы должны их обыгрывать. И, конечно, в счет гол Ковальчука, когда он последний буквально за 7 минут забил, у меня сердце так зарадилось. Я, знаете, я сидел, как мышонок, сидел, знаете, сидел, смотрел и наблюдал, тихо, тихо. А ассоциация с мышонком, конечно, у вас? Да? Ну, ладно, ну, чуть побольше. Вот. И я, когда этот гол забил, я так вскрикнул, а сидели со мной ложи, все там, Виапи, там, канадцы, так посмотрели на меня, как-то и так радуются. Ну да. Да, этой победе. И белорусов прошел, думаю, уже, следующая игра уже не так волновался. Вот. Поэтому самая волнительная была с белорусами. Потому что нам надо было пройти дальше. Хорошо. В принципе, я вам хочу сказать, что мы... Думаете, вопрос решили с курицей? Я думаю, что мы решили вопрос. Да, ну, хватит уже. Конечно, мы уже ее... Там место-то, курица, все-таки, так сказать, не баранья нога. Да? В нее... Ну, в принципе, да. Ну да. Я могу утверждать это. Точно, да. Абсолютно точно. Знаете, что? У меня есть какое предложение. Сейчас вот я в те дырочки, в которые мы уже положили чесночок, сверху чесночок. Чесночок я люблю. Сверху чесночок. Вот. Мы черносливчик. Ладно. Такая курица новогодняя получается такая. Я бы сказал, что ли такая, да. Да. Еще раз, еще бы забыли. Ну-ка. Ей вот туда, вовнутрь, яблочко положить. Это мы сейчас с вами сделаем. Это мы сейчас сделаем. Красиво. Это подожди. Яблочки. Ну, я думаю, что если мы целое яблочко запихнем... Не войдет, думаете, да? Я думаю, что, вы знаете... А мы пополам с вами. Мы сейчас единая команда. Вы знаете, почему мы выиграли? Вот в 2000 году в Санкт-Петербурге у нас все звезды были, а команды не было. Я вот... А вот сейчас есть команда. Мы с вами команды. Мы половину. И вы половинку, и я половинку волнуют. Представляете? Мы уже командное дело делаем. Сейчас делаю. Подождите. Ну, а потом команду поедим ее вместе с вами. Команды, конечно, так и поедим. Вы дадите команду, я съем. Подождите. Так. Да. Владислав, Саша, давайте все. Так. Берем вот, как говорится, куда. Туда. Вовнутрь. Так, вы и я. Давайте. Команды. Все, команда. Ну-ка. Посмотрите. Я думаю, что... Ну! Вот. Урочка. Я могу сказать, что некоторые могут заподозрить, что вот это яблоко явилось причиной смерти этой курицы. Да? Но на самом деле, конечно... Знаете, что я сейчас хочу сделать? Она уляжется там. Уляжется, конечно. Значит, я хочу взять перец. Я хочу... А мы с вами еще, самое главное, надо бы еще помадать. Перец, соль, 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 соль. По ложечке, по ложечке, по... По полторы даже. По полторы. Вот, ну вот, вот я ложечку приготовил. Давайте. Давайте, давайте. Давайте я возьму... Да. Полторы. И мы с вами будем ее массировать. Знаете, что игроков перед игрой массирует? Мы ее должны помассировать, чтобы она была очень вкусной. Да, игроков тоже массирует. А как же, что вы? Подождите, вот я начинаю потихонечку вот обсыпать. Но на самом деле, слушайте, а какие-то приходилось через преодоление? Были какие-то травмы, о которых мы не знаем? Да, да. У нас первая же игра была с немцами. У нас Волченков очень хороший защитник. Он прилетел из Канады, из Оттавы. Молодец. Сразу прилетел. И ему немец попал в ногу. Конек. Представляете? Конек. И сломал ему пятые красивые кости. Ему мы домой отправили. Операцию сделали на следующий день. Потом Зарипов нас с французами. Он одного француза обыграть, второго. А тренер предупреждал. На французах мы не должны терять игроков. Хотя хорошая команда. И он все, кличицу все повредил. И вообще не вышел на площадку. Ну, он все время с командой. И важно, когда... Тело внутри тоже надо помазать. Вот я, кстати, хочу смотреть. Я явно на секунду остану. Помассируйте. Дождите, вы ее сейчас... Слушай, она сейчас забежит. Побежит. После такого массажа чеснока. Я боюсь, что мы ее не поймаем потом. Вы ее массируете? А как же? Вы ее как Ковальчука массируете. Она же не такая. Нет, ну так сильно. Кушать хочется. Травмы, конечно. Ну, а как? Хоккей – это такая игра. Опасная. Опасная вещь. Опасная серьезная. Пускай она стоять, серьезная. Но я хочу сказать, что травмы, они неизбежны. А вы думаете, у других команд нет? У всех есть. У всех травмы есть. Ну, я знаете, что сказал ребятам? Я говорю, ребят, как Тарасов говорил, приедешь без глаза, без одного уха, но золотой медаль. Это глаз полечим, ушко вырастет, а медаль не получишь. Это точно. А любовь народа, патриотизм какой. Вот самое главное не только в стране, а вот так на улицу попробуй заставь всех выйти. А молодежь с флагами. Не только в России, но и в зарубежных странах. И в Швеции, и в Филляндии, и в Дании. Выходит с флагом вечером. Он приходит. Я предлагаю, дорогой Владислав Александрович, на решетку ее матушку сажать. Подожди, вот так вы думаете, да? Я не думаю. Давайте мы ее вот так. Ну, давай, дорогая. Давай, дорогая. Все. Вперед. Так, теперь. Да, туда водички налили? Водички мы туда сейчас... Даже без воды будет сухая. А сухую курицу не любят. Я не люблю. У нас там вода уже, смотрите как. Вот как она присутствует. Сейчас я бы хотел туда немножечко долить. И вот я сейчас вот таким вот образом, вот так прямо из бутылочки. Это додолил? Не из-под крана только. Ни в коем случае. Из-под крана вода не печь. Так. Вот. Наливаем в глубокий противень воды. Водичку мы еще... Кстати, я же ей так рассказал, она говорит, так не делает. Будет теперь делать. Да. Вот я делаю, а она нет. Проверим. Да. Итак, ставим нашу курочку туда. 200 градусов. А мы должны делать еще салат любимый. Вот прежде чем мы начнем делать салат... Да. Спасибо, что вы назвали меня любимым. Могу назвать. Потому что вы тоже мой любимый спортсмен. Что же нам скрывать-то? Давайте мы сейчас сделаем маленькую паузу. У нас реклама короткая на первом канале, после которой мы вернемся. Вы знаете, что знаменитая трагедия Шекспира Юлий Цезарь первоначально называлась... Юлечка, салат с курицей на восьмой столик. Отнеси, пожалуйста. В суровый бой идет ледовая дружина. Мы верим в мужество отчаянных парней. Коктейль готовят настоящие мужчины. Трус не готовит коктейль. Дорогие друзья, с фактами рассказали. У нас в гостях Владислав Третьяк. Человек, который раскрывает нам границы возможного. И уже второй год, между прочим, мы становимся чемпионером. Вот когда-то, когда-то, вообще-то все время были чемпионами. Вот я помню, все время. Я 10 раз был. Ну, слушайте. А вас вообще разговаривал. Вы первый человек, который из европейцев в зал славы в Торонто в хоккейной. Ну, перед вами, друзья, хоккеист 20 века. Самый выдающий хоккеист в 20 века. У нас сегодня жарят курицу. Бэк, ну, это же проза. Давайте, знаете, что, перейдем к салату. Что за салат? Кальмар. Кальмар. Сначала надо их в холодную воду бросить, кальмарчики. Не жалеть. А там они две минуты, больше не надо, чтобы они покипели. А то будут твердые. Знаете, что, мы... Ну, мы это уже сделали. Мы это уже сделали. У нас уже кальмары. В принципе, внешне, ну, красивые. Красивые. И вкусные, наверное. Как мы с вами. Красивый кальмар. Значит, я... Сейчас я достану доски. Думаю, что мы сделаем вот. Поскольку кальмар своей физиологией обязан тем, что мы нарезаем его чаще всего кольцами, я предлагаю кольцами нарезать все остальное. Вам, я, Владислав Савченко, предлагаю нарезать кальмара колечками. Хорошо. Прямо такими тоненькими. Понял. Я буду резать, стараться полуколечками-колечками болгарский перец разноцветный, потом еще лучок красненький и еще разные хитрости. Расскажите же мне теперь, что произошло. В общем, друзья мои, мы все читали газеты. Был момент такой, был в раздевалке, понимаете, вот какие-то приходят, они все настроены, все, и они ни с кем не разговаривают уже перед игрой. Они снимают часы, раздеваются в одном месте, потом идут в хоккей. Тренер говорит какие-то слова, наверное, да? Это уже тренинг, когда уже собрание, да. Да, но все время человек готовится по часам, а часов нет. Мы в Швейцарии четыре дня просили, чтобы нам в раздевалку повесили часы. Потому что хоккей всегда смотрят на часы, он знает, когда ему клюшку помотать, кому еще что-то. Я говорю, мы даже на директорат вынесли, чтобы в раздевалке повесили часы. Я говорю, я уже сказал своим, давайте мы купим тогда. Будет позор в Швейцарии, чтобы мы часы не имеем. Что говорит о мощи нашей сборной? Что из-за того, что не было часов, ребята на две минуты опоздали к началу матча, канадцы играли в одиночестве и все равно не смогли забить. Все равно не шла шайба в ворота. Режем? Давайте, да, начинать. Я попробую тоже даже вот резать тоненькими колечками, потому что у нас такой салатик. И знаете, я вспоминаю Николая Озерова. Да, конечно. Да. И вот он такую байку рассказывал. Правда, этого не было. Он говорит, в 74-м году, значит, мы играли с канадцами. И он говорил, вы знаете, сегодня у Третьяка пропала зубная щетка. Вот. И мы не знаем, вылет ли он на лед или нет против канадцан. Но Капустин не играл, отдал ему свою. И он все-таки вышел, и мы победили канадцам. Да. Так в этот раз перед игрой канадцами в нашей раздевалке пропали часы. Приз лучших игрокам давали часы. Ага. Вот. И, а некоторые ребята просто купили для своих друзей с эмблемой красивые часы. Красивые часы чемпионата. Да. Еще со скидкой для хоккеистов. Ну, естественно. Да. Ну, некоторые купили по двое, по трое. Ну, некоторые продать. Ну, понятно. Ну, не знаю. Но когда пришли утром мы на раскатку перед канадцами, у тех, у кого было по двое часов, встало по одной. Мы говорим, где часы? Просто забрали. Двое часов продали. Кто-то взял и забрал, ну, сувениры. Нормально? А может быть, не знаю. Ну, мы так... А разве можно так вот вообще? Да вообще в раздевалку никто не имеет права заходить. Мало ли что тебе подложат там. Мало ли там коньки, что-нибудь там, я не знаю. Ну, все может быть. Понимаете? Мы так возмутились. Но нам, они говорят, что мы компенсируем эти часы. Да ведь, слушайте, ну, вообще неприятно. Ну, дело-то неприятно, что кто-то шастал там. Да, ну, нормально. Жалоб своим. А все говорят, что у нас воруют. Шведским водил. Все говорят, что у нас воруют. А в Швеции тоже воруют. У нас наоборот был случай, когда, я знаю, хоккеисты, ребята, пришли, я не помню в какой команде. Пришли, нет часов, ушли на матч, возвращаются, все в часах. Один был случай, я вам расскажу. Я в Чикаго тренировал вратарей, да, ну, приезжал там на две, на три недели. И, значит, пришел к менеджеру, где комнатка у него, и раздел, кожаную курточку повесил и ушел. Прихожу к кожаной курточке деду. Представляете, у меня у генерального менеджера в Чикаго, в хоккейной команде, украли кожаную курточку. Ну, я приехал домой, а холодно на улице был, на такси, а там же и ключ. Ну, попросил вдовольную ключ, захожу, и через пять минут штук. Бум-бум. И говорит, ой, Владислав, вы извините, мы по ошибке взяли, мы канадцы там. Канадцы увидели, что у меня визиточка третьяк. Нашли меня, отдали курточку. Нормально? Вы знаете, это, конечно, для меня является просто великим подвигом канадцев. Ну, потому что, во-первых, канадцы понимают, что если не отдадут вам курточку, вы отомстите. Уже два раза. Уже два раза вы им продолжаете мстить. Мы ждем третий. Все, теперь канадцам спуску не будет. Ванкувер. Ванкувер. Там будет тяжелого, конечно. Ванкувер. Следующий, это все же уже. А когда было легко? Легко никогда не было. Никогда. Когда вот вам так прям было легко? Да никогда не было. Да никогда, мы тоже проигрывали, честно хочу. Были, у нас команда была сильнее всех в свои годы. Ну, проигрывали тоже. Хоккей, это же игра. И невозможно все выигрывать. Но самое главное, что сегодня вышло такое. Мы сегодня вспомнили хоккей советский. И ребята полностью отдаются своему профессиональному делу. И знают, что за ними страна. И мы так радовались, когда я 38 лет назад играл на этом стадионе. Тот же стадион, ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Но раньше там два хлопка, а сейчас приехали люди и, значит, и болели, и переживали за нас. И мы были единым целым, понимаете? Слушай, но вы когда вот приезжали, а когда вот знаменитые исторические матчи вот эти были, вы же приезжали туда, и там сидел весь стадион, настроенный против вас. Всех. Всех. Все средства массовой информации. Вы же еще были олицетворением империи зла. Конечно. А дайте как приятно взять и обыграть не только каких-то, но и всех сидящих. Посмотрите, какой кайф. Да. Это я знаю. Кстати, шейт-старцы за нас очень многие болели. Почему? Они сказали, если мы не помнём финал, будем болеть за вас. Потому что мы уважаем Быкова. Он 10 лет, кстати, наш тренер работал там и играл. Да, очень популярный. Так, привет. Смотрите, давайте-ка я... Так, дождите. Думаю, тебя много... Я думаю, что вы очень хорошо. Подождите, сейчас мы... Посмотрите, как видите, все получается разноцветное. А нам еще надо будет потом туда этого и перчика, и там много чего. А я думаю, что у нас, если честно, вот сейчас, на данный момент, можно было бы взять побольше мисточков все-таки. Что-то нам пожалели, да, мисточку. Взять нам побольше мисточков, потому что я бы туда еще дорезал... Лучок еще. Я бы туда дорезал лучок. Я вам расскажу, еще случай был. Вы меня спросили, когда самый сложный матч был, какой сложный момент был. Да. У меня еще был один момент. Расскажите. Значит, в Канаде как раз за 5 минут президент подходит, говорит, Владислав, мы с тобой пойдем награждать. И меня в Канаде за 5 минут убрали. С моего... А я такой, значит, человек, суеверный вообще, все спортивные суеверные. Я сижу на одном месте, никуда не хожу. Даже кто со мной сидит, я говорю, не пересаживаться. Все, вот так же сидеть, как вот мы сели первый раз. Вот. И вдук меня за 5 минут. И я в Канаде думаю, господи, тогда проиграем все. Ну, ушел. Удеваться некуда было. И я последние 5 минут не смотрел. Вы не видели? Не видел, что творил. И здесь меня тоже вытащили, думаю, ну хорошо. Значит, все в порядке. Идет как по канадскому варианту. И я не буду смотреть. И вы не видели финал, да? И я 5 минут не видел последний. И вы знаете, вот здесь уже, здесь золотые медали лежат. Награды. Я, ой, даже не хочу смотреть. Даже не хочу, не смотрю. Вот. И это самое. И я хожу, знаете, как маленький. Хожу, хожу. А здесь президент МОК. Президент, представитель, президент хоккейной федерации. Уже все официальные лица, да. А я хожу как маленький. Они все смотрят, как я волнуюсь. И я к Богу вспоминаю, думаю, господи, господи. И своему партнеру там по федерации, я говорю, Валерий Иванович, пойди узнай, сколько. Он говорит, 2 минуты, Владислав. Я говорю, господи, быстрее. Он минуту. Я потом мне подходит, 27 секунд оставлю. Думаю, 26, 25, 23. И вдруг остается 7 секунд. Он говорит, Владик, нам гол забили. Я так раз, и у меня сердце упало. Думаю, господи, 2-2, это тяжело будет. И вдруг подвигается, что это не, не, это просто шайба. Попала на сетку ворот. И сзади ее случайно зажег рассвет. Представляете, как издеваются над президентом федерации? Ну, поаплодируйте президенту федерации. А если вам сказали за 2 минуты? За 6 секунд, которые уже отеляют, тебе вот в зале лежат. Моголевич возвращается, Ян. Ну, что ты будешь делать, да страшно. Так, все, я думаю, что у нас количество кальмаров здесь вполне. Давайте вот сюда досыпайте. Итак, что мы еще делаем? Мы красный лучок. Так, мы лучок порезали. А это? Петрушечки, да? Чуть-чуть петрушечки. Давайте я тогда чуть-чуть возьму. Вот прям даже это много. Вот, наверное, даже вот так. Ну, чтобы зелененького цвета. Зеленый салат тоже какие-то едят. Да? Да, с мягкой. Ну, вот когда вы уезжали и уезжаете в Соединенные Штаты, приходится подолго проводить время. Да. Почему больше всего скучаете? Из продуктов, из кухни. О, следочка. Да. Огурчики малосольные или солененькие? Поэт. Картошечка. Перед вами поэт, друзья. Пожалуйста, аплодируйте. Вот, конечно, картошечка. Разве это можно заменить? Разве это можно заменить? Конечно. Нет, это нельзя заменить. Так. Так. Вот смотрите, какой у нас получился веселый, весенний, летний, такой прям, ну, прям праздничный салат. Красивый. Я бы сейчас добавил в этот салат, теперь самая главная заправка. Вот смотрите, соль у нас есть. Вот у нас есть китайская соль. Это сказали обязательно, потому что даже целую ложечку вот надо взять. Ложечку? Да, вот она не такая соленая. Даже можно две. Она не такая соленая? Две, наверное, может перебор быть. Ну, давайте полторы. Ну, за ваше здоровье. Хорошо. Соли. Еще соли. Так, хорошо. Дальше простой соли надо, не забывай. Хотел вас спросить, знаете, как бывает, ну, существуют виды спорта, например, бокс, борьба, где существуют весовые категории, и процесс взвешивания очень важен. А в хоккее существует взвешивание? Да, да, особенно когда ты приходишь, даже в контракте написано, что ты должен четко соблюдать вес. Тебя отпускают. То есть, допустим, я... Идешь в отпуск сейчас. Иду в отпуск. Да, у тебя три месяца ничего. Ты приходишь с таким пузом, у тебя на весы, извини меня, и бегать. Что хочешь, сделай вес сгонять. За две недели сгонять. Тебя пять-три дня дают, и будешь бегать, как олень. Потому что в контракте... Сразу на весы, сколько... Какой ты пришел? Ну, а если ты вот такой пришел, какой у тебя ходок? Нет, ну, ходок твоего вообще ничего, но вот такие истыточные. Совершенно. Какие истыточные. Дальше здесь все четко. Здесь четко. Так, теперь, подождите. С весом надо... А вы думаете, простую соль тоже нужно? Соль надо обязательно. Да, да, а как без соли? Ну, как, чуть-чуть надо. Прямо? Четыртень. Мало, немножечко. Вот так, вот так. Так, да, потом кунжутское мясо. Кунжутное масло? Кунжут. Кунжутное масло. Я помню, когда у вас был в прошлый раз, кунжутное мясо готовил. Очень понравилось все. Мои друзья теперь стали... Слушайте, мы с вами готовили китайскую, я помню тоже. Ну, вот это кунжутское, как я называл. А это нет, это потому что было по... Да, ну, в общем, это кунжутное масло. Я думаю, что... Сами, на глаз? Глаз у вас ватерпасс? Нет, на глаз я бы... Ну, тогда можно... Давайте, давайте, сколько. Полторы ложечки сказали. Я иногда тебе кладу. Опытный. Так, теперь уксуса немножечко надо добавить. Ну, просто ложечку, ложечку, да. Да? Я думаю, что ложечку. Я с уксусом могу напороть, вам поручаю. Давайте, давайте прямо, вот мы прямо... Это ответственное дело. И потом перчик, и можем, знаете, что еще? Что? Еще и можем даже оливку. И вот я сейчас... Вот перчик. Вот таким вот образом. В общем, друзья мои, это вообще такой кропотливый процесс. Вот так вы думаете, да? Перчик мне надо побольше, наверное, да, или как? Нет, я думаю, что вот еще вот так. Помешайте, пожалуйста. Все, с удовольствием остаться. Так наша команда работает. Наша команда работает. На успех. На успех. Посмотрите, какой у нас салатик. О, красивый, кстати. Вот такой вот салатик, да. Все. На секунду я с вами даже прощаться не буду. Я вас оставлю здесь возле салата. Чтобы никто не видал. Но если вас оставляет, извините меня, члены Международного Олимпийского комитета, руководители чемпионата, выставляют наедине с золотыми медалями и знают, что Третьяк пока наши не выигрывают, не заберет ни одной медали. На секунду вас сейчас оставлю. У нас короткая реклама, после которой мы вернемся. Вы знаете, что знаменитое произведение Гомера Одиссея первоначально называлось «Ребят, поехали на два дня в Одессу вина молодого попробую». Все, Лариса, покупаем москитную сетку, а то уже суп нормальный поесть невозможно. Иван Андреевич Крылов, стрекоза и муравей. Дорогие друзья, с вас на первом году. У нас гостяк сегодня Владислав Третьяк. Владислав Александрович, у нас уже все фактически готово. Давайте мы пока курочку нашу доставать не будем. Расскажем, как мы готовили салат, вот этот прелестный салат по вашему реценту. Мы берем кальмара, можно взять свежего кальмара его сварить, можно взять замороженого кальмара его сварить. В общем, вареный кальвар. Нарезайте колечками, также полуколечками нарезайте болгарский перец, колечками нарезайте красный лук, добавляйте петрушечку, добавляйте туда 2 столовые ложки кунжутного масла, добавляйте туда китайской соли, полторы ложечки нормальной человеческой, даже соли, поваренной тоже ложечку. Ну, по вкусу перца молотого и оливкового масла простого. Все это вы перемешиваете, и в результате... А почему? Что нам мешает с вами? Попробуем. Именно. Вот что нам... Что-то не хватает. Курочки? К салатам? К салатику. Подождите. Да? Подождите-ка. Дорогой вы наш. Интересно. У нас... Сейчас посмотрим в заветном шкафчике. В ларце. В ларце заветном. Так, сейчас... Конечно, к салату из кальмаров безусловно. Всегда чего-то не хватает. Да. Вот перчика. Так. Может, изюмчика. Может, изюмчика. Может, перчика. А может... Ой, это что вы делаете? Ну, а это, знаете ли, за победу. За победу. А еще из горла, что ли? Никакого горла. А, то есть надо было кубок примести. А-а-а. Я маху дал. Из кубка. Да, надо было кубок примести. У нас есть. Свой есть кубок? Свои чемпионские кубки. А-а-а. В этот раз из кубка все выпили хоккеисты? Да. Семь... 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 Бутылок шампанского входит. Влезает в кубок. Да. Ох. А это... Стрельнуть... Да, лампочки перебьете. Ну ладно, ладно. Ладно, лампочки. Вон, видите, у оператора глаза нет. Ну извините. В прошлый раз стреляли. Новый год? Отмечали победу настольных теннисистов. А-а-а. Настольных теннисистов. Как мы их называем. Дорогой Владислав Александрович, мы поднимаем этот бокал, этот мини-кубок нашей программы за хоккей российский. За федерацию хоккей, за президента этой федерации, за легенду мирового спорта Владислава Третьякова. И за нашу команду. И за нашу команду. Ура! С праздником! С победой! С победой! Хорошее шампанское. Хорошее. Да. Ну что же, попробуем, так сказать, закусить. Ну что скажете? Мне понравилось. Тем более, что это не ело ничего. Дорогой Владислав готовился. Мне уже за месяц сказали, что я буду у вас. Я ничего месяц не ел. Ну, вкусно. Да. Я вам хочу сказать, что вкусно, полезно и быстро. Мы ничего никому не дадим больше? Сейчас даем. Очень вкусно. Я не могу ее больше жать. Давайте ее выну. А то убежит еще. Вдруг выходит наша подружка, уже всем хорошо знакомая. Красивая. Пожалуйста. Берем ножницы. Отрезаем что сначала? Крылышки. Посмотрите. Посмотрите, что там внутри. Вот, держите. Вкусно, спасибо. Посмотрите. Все четко. Ни одной кровинки. Все четко. Профессионал знает, когда вытащить. Самое главное, что... Самое главное, знает, когда вытащить, да? Да. Смотри, не поспоришь. Давайте попробуем курицу. Курицу я быстро расскажу рецепт. Давайте. А что? Взяли курицу. С солью, с перцем натерли. Сделали на древесик, чеснок и чернослив. А самое главное, положили на решетку, а вниз противень с водой. А яблочко еще. В курицу яблочко. Вот такое. Положили, потому что сейчас вы почувствуете пустого яблочка внутри. Давайте попробуем. Дорогой. Горячий. Немножечко. Вот, кстати, она прямо. Раз, два, древеса. Слушай, ну, это каждый день будет такой готовить. Да? Курица. Понимаете? Все. Все. Райкин так говорил. Ммм, вкус специфичный. Специфичный. Ну, здесь ничего специфичного нет, просто вкусная курица. Ну, потому что с любовью приготовлено. Да. А без любви невозможно. Знаете, как? Настоящая фоккейная курица. На этом я предлагаю нашу трапезу на секунду прервать, потому что с большим удовольствием от нашего спонсора, всемирно известного производителя посуды, компании Таповер, мы дарим вам инновационные изделия. Набор охлаждающих лотков и сотейных от шефа из премьер-каталога. Таповер. Успешная компания для успешных людей. Вот это для вас. Спасибо вам огромное. Мы еще раз поздравляем вас с победой. Спасибо вам за победу. Приходите там еще. Владислав Третьяк сегодня в Маке. И лично от нас, скромных служащих, программы СМАК, тот факт, который позволит вам всегда быть в форме. Вот так. Владислав Третьяк, СМАКе. Сейчас вернусь к вам. Сейчас к вам вернусь. Друзья, смотрите СМАК ровно через неделю. И помните, Россия чемпион. Редактор субтитров А.Семкин